А тем временем в Ровенской области продолжают возводить укрепления и рыть окопы. Все из-за опасного соседства. Область граничит с Белоруссией, и угроза наступления оттуда никуда не исчезла. Также в регионе регулярно проходят военные учения. Далее репортаж с места событий. Вокруг все дымит, взрывается и полыхает. Условия тренировок максимально приближены к реальным боевым действиям. Я принимал участие в 2014 году в АТО. Да, со взрывами это похоже на настоящее боевое условие. Взрывы, повсюду выстрелы. Не понимаешь, что происходит. Но надо взять себя в руки и выполнить задание. Мы делаем сейчас полную имитацию боевых действий. Во время боя бывают взрывы, выстрелы, ранения или разорванные тела. Много крови, много дыма. Мы должны максимально приблизить к боевым действиям. Военнослужащие тренируются зачищать здания, преодолевать препятствия и штурмовать позиции противника. Учатся и быстро оказывать первую помощь. Самая главная задача – работа над психологической стойкостью военнослужащих в отношении любых трудностей, с которыми они могут столкнуться в бою. Военнослужащие тренируются зачищать здания, преодолевать препятствия и штурмовать позиции противника. Учатся и быстро оказывать первую помощь. Защитных укреплений настроили много, рассказывают солдаты. А еще границу заминировали. В целом же в северных областях Украины окапываться местную начали еще с первых дней войны и не прекращают до сих пор. Спешат отгородиться от соседки. Ведь в миролюбивую Беларусь здесь уже давно никто не верит.